Новаторство в образовании. Программа Learning World совместно с форумом WISE инициативой Carter Foundation. Добро пожаловать в мир знаний. Социальные предприятия зачастую порождают самые впечатляющие инициативы в образовании. И все это благодаря щедрым предпринимателям, которые стремятся улучшить жизнь общества. На этой неделе мы отправимся в Бразилию, где социальные условия считаются одними из самых тяжелых в мире. По статистике, в городах Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло треть населения живет в трущобах. Все надежды там возлагаются на помощь социальных предпринимателей. Начнем мы нашу программу с Рио, где встретимся с Родриго Баджо. Его предпринимательские усилия по переработке и возвращению к жизни старых компьютеров дали возможность жителям бедных общин овладеть техникой. Все началось с простой мечты. Бразилец Родриго Баджо хотел, чтобы дети из бедных трущоб Рио научились пользоваться компьютерами. В 95-м он основал СИДИ, Комитет по демократизации информации. С тех пор его организация работает в самых бедных и криминальных районах не только в Бразилии, но и в 13 странах Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока. Бразилия – страна будущего с населением в 192 миллиона человек и занимающая важное место на мировой арене. Но 15% ее жителей живут за чертой бедности. Цель Комитета Родриго – дать жителям фавел больше возможностей для образования. В наших школах мы учим людей лучше разбираться в повседневной жизни, даем им практические и технические навыки, чтобы они могли выявить проблему и научиться справляться с ней, чтобы они умели создать проект для решения задач с помощью технических средств. Таким образом мы воспитываем людей, которые смогут в дальнейшем стать активными гражданами и предприимчивыми хозяевами жизни. Вандерсону 21 год. Раньше он занимался наркобизнесом, а потом сидел в тюрьме. Когда я в первый раз зашел в компьютерный зал, я сказал, я наркодилер и мне не нужна информатика и компьютерные навыки, я ведь не буду продавать наркотики через интернет. А после инструктор доказал мне, что я могу изменить свою жизнь. Этот учитель из организации сказал мне, если ты не научишься жить по-новому, то ты умрешь. Сегодня необходимо уметь пользоваться интернетом, чтобы иметь шанс найти работу, чтобы открывать новые возможности и интересно проводить досуг. Но три четверти населения планеты не имеют доступ к компьютерам, значит нужно что-то делать с этим. Нужно обеспечить их техникой, чтобы будущее этих людей приняло другое направление. Идея довольно проста – использовать старый материал, чтобы создавать новые возможности. Ничего не пропадает, все перерабатывается. Мы используем абсолютно все, что считается технологическим мусором, и превращаем его в новый материал. То есть все, что другие пользователи выбрасывают, потому что техника пришла в негодность, мы подбираем. Из этих деталей создаем новые машины. Сегодня Вандерсон и сам стал преподавателем. Теперь он пытается изменить к лучшему жизни других людей. Я стараюсь показать людям, что они могут сами открыть свой маленький бизнес. Если им удастся купить, например, принтер, то они смогут делать на нем ксерокопии для школы, получать за это какую-то плату. Вот такой подход и является базой для создания нового общества, которое основывается на грамотном пользовании технологиями. А сейчас переберемся на запад, в самый большой город Бразилии – Сан-Пауло. В этом митрополисе можно прожить всю жизнь в безвестности, но движение Байра и Скола пытается бороться с этим. Эта образовательная программа, основанная на новых принципах, пытается создать социологическую сеть между школами и жителями бедных кварталов. В Сан-Пауло более 11 миллионов жителей. Пульсирующий жизни муравейник, где каждый живет в своей норке. В самом центре квартала «Вилла Мадалена» проект «Апрендис», созданный группой бразильских интеллектуалов в 97-м году, пытается очеловечить кварталы. Проект превращает окрестности в импровизированные школы, территории, на которые каждый может прийти в поисках знаний. Девиз проекта – сотрудничество школ и жителей кварталов. Проект «Апрендис» пытается распространять и налаживать связи. Каждый квартал может оказаться полезным для образования жителей других кварталов. Ведь дети здесь учатся постоянно в школе, на улице, дома, в семье, ежеминутно и там, где они находятся. Нужно, чтобы жители поняли, что их квартал представляет какой-то интерес. Концерт, который сейчас начнется в школе – очень важное событие. На нем присутствуют все жители квартала. Эта школа находится в районе Вилла Мадалена, где вокруг, конечно же, есть еще много других школ. Наша идея состоит в том, чтобы принимать активное участие в этой сети коллективов, соседних общин, микрорайонов, в родительских ассоциациях учеников других школ. Нужно принимать самое активное участие в жизни квартала, чтобы все микроассоциации могли общаться и развиваться благодаря обмену опытом. Если квартал осознает свою роль в образовании, то школа все равно остается самым важным звеном в этой вселенной знаний. Сегодня здесь проходят занятия по коммуникациям. Студентов учат брать интервью и размышлять над важностью собранного материала в создании документального фильма. Я мечтаю о достойном будущем, который откроется передо мной благодаря моим собственным усилиям в учебе и работе. И школа здорово помогает мне в этом. Мы хотим превратить весь город в город знаний. И не важно, что Сан-Паулу такой гигантский. Нужно, чтобы люди, живущие здесь, могли найти новые формы реализации своего потенциала, чтобы они все время пополняли запас знаний и чтобы они жили счастливо. Наш выпуск подошел к концу. Но если вам захочется посмотреть один из наших репортажей, вы всегда сможете найти их на сайте канала Евроньюз в рубрике Learning World. И обязательно смотрите нас на будущей неделе в программе «Мир знаний». Learning World совместно с форумом WISE инициативой Qatar Foundation.